Пристегните ремни. Сегодня хоть и не пятница 13-ая, но торговая сессия обещает быть крайне горячей и волатильной. Это свежий обзор рынка акций США и далее мы детально расскажем вам о главных событиях сегодняшнего дня. Четверг для главных индексов Соединенных Штатов выдался довольно спокойным, можно сказать, что биржевые топы просто отстоялись в сторонке. Наблюдая за падением нефтяных котировок и в ожидании свежих данных о рынке труда США, промышленный Dow Jones к закрытию сессии подошел со снижением на 0,26%, NASDAQ прибавил 0,41%, а S&P500 остался практически неизменным и торговался на уровне в 4152, снизившись на 0,08%. Сегодняшний премаркет биржевые топы провели также скромно прибавляя шагом от 0,19% до 0,23%, но ближе к открытию бирж индексы синхронно устремились вниз темпом от 0,6% до 1,18%. Что касается торгового диапазона на день, то для S&P500 он очерчен в пределах отметок 4030 и 4110 пунктов. Американские фондовые индексы в четверг практически не изменились, так как рынки ожидали публикации ключевого отчета по занятости и сегодня дождались. Экономисты прогнозировали, что количество рабочих мест вырастет на 250 тысяч, а безработица останется на уровне 3,6%, но фактические данные оказались далеки от прогнозируемых. Рост занятости в Соединенных Штатах превзошел все ожидания. В июле в экономике США появилось 528 тысяч новых рабочих мест, что намного лучше рыночных прогнозов 250 тысяч и выше пересмотренного в сторону повышения показателя предыдущего периода 398 тысяч за июнь. Наибольший прирост рабочих мест произошел в сфере досуга и гостеприимства, особенно в сфере общественного питания и питейных заведений. Общая занятость в несельскохозяйственном секторе увеличила на 22 миллиона человек с момента достижения минимума в апреле 2020 года и вернулась к уровню до пандемии. Занятость в частном секторе на 629 тысяч человек выше, чем в феврале 2020 года, хотя несколько секторов еще пока не восстановились. Занятость в государственном секторе все еще на 597 тысяч ниже до пандемического уровня. Кроме того, уровень безработицы в США в июле 2022 года снизился с 3,6 до 3,5. Теперь это самый низкий показатель с февраля 2020 года. С 3,6 в предыдущем периоде, тогда аналитики ожидали, что он не изменится, число теперь безработных снизилось до 5 миллионов 700 тысяч человек. После того как данные, опубликованные в этом месяце, показали, что ВВП США сокращается второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии, данные о занятости практически убеждают в обратном. Отчет о занятости нарисовал картину довольно здоровой экономики. Спрос на рабочую силу снизился в таких чувствительных процентным ставкам в секторах, как жилье и розничная торговля. Но авиакомпании и рестораны не могут найти достаточное количество рабочих. Сильный прирост рабочих мест может оказать давление на Федеральную резервную систему, чтобы она таки повысила процентную ставку, в третий раз снова на 75 базисных пунктов на своем следующем заседании в сентябре. Хотя многое будет, конечно же, зависеть от показателей инфляции. Центральный банк США на прошлой неделе повысил учетную ставку на 3,25% пункта, с марта эта ставка выросла на 225 базисных пунктов. Сразу после выхода этих данных фьючерсы начали уверенно снижаться. S&P 500, Dow и Nasdaq теряли 1%, Dow упал на 0,65%, Nasdaq – на 1,38%, конечно же, из-за более агрессивных действий ФРС. Что касается отдельных компаний, то акции Lyft выросли на 7,8% на премаркете, так как компания прогнозирует скорректированную операционную прибыль в размере 1 млрд долларов на 2024 год после публикации рекордной квартальной прибыли. Акции DoorDash прибавили в цене 11,6%. После того, как повысили ожидания прибыли, заявили, что не ожидают замедления спроса, поскольку потребители продолжают делать заказы, несмотря на высокую инфляцию в США. По данным Refinitiv, из 410 компаний, из корпораций, входящих в состав S&P 500, которые на данный момент сообщили о доходах, 77,1% из них превысили ожидания аналитиков. Это позволило индексу S&P 500 и NASDAQ расти третью неделю подряд, но, учитывая свежую статистику, сегодня этот рост может быть нивелирован, так же, как и успехи отдельных компаний вряд ли смогут удержать рынок акций от эмоциональных распродаж. Что для рынка акций оказалось страшным сном, то для индекса доллара обернулась манной небесной котировкой USDX, которая со временем публикации ВВП США в основном теряла, и все утро топталась у высоты 105.70, на новостях о рынке труда прибавила внушительные 1,1% и снова достигла 106.80. Что касается торгового диапазона, то он для индекса доллара сегодня очерчен в пределах 106.30 – 107.20. Как понимаете, замедление роста рабочих мест может существенно ослабить давление на ФРС и позволить сделать еще один шаг к более существенному увеличению ключевой ставки. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в четверг выступила с ястребиным тоном, заявив, что ФРС должна поднять процентные ставки выше 4%, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня, а он, напомним, 2% годовых. Учитывая, что практически всю неделю чиновники Федрезерва только и говорили, что центральный банк по-прежнему полон решимостью продвигается вперед с повышением ставок, новая статистика практически не оставляет сомнений в том, что ни о каких паузах и разворотах ФРС пока в речи быть не может. Ралли американцев в тандеме со снижением нефтяных котировок практически не оставила шансов для доллара канадского. Пара USDCAD к моменту подготовки материала к данному видео устремилась на север с шагом 0,83% и торговалась на уровне 1,2978. Что касается торгового диапазона на день, то он отчешен в пределах отметок 1,2920 и 1,3010. В четверг нефти WTI подешевела на 2,44% до 88,5 долларов за баррель, а нефть марки Brent упала на 2,83% до 94 долларов за баррель. Сегодня котировки теряли на протяжении дня, но сильные данные о рынке труда США, похоже, вернули веру в то, что страх глобальной рецессии и снижение спроса пока еще можно слегка отложить. Что касается данных о рынке труда Канады, то они показали, что количество рабочих мест неожиданно сократилось. В июле канадская экономика сократила 30 600 рабочих мест, что в значительной степени не оправдало ожиданий рынка в отношении роста на 20 000 рабочих мест. Наряду с июнем этот показатель стал вторым месяцем снижения занятости без связи со строгими ограничениями времен пандемии. Снижение было сосредоточено в государственном секторе, а также в сфере услуг. При этом уровень безработицы в Канаде в июле не изменился и составил 4,9%, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений и ниже ожиданий рынка в 5%. Что касается криптовалютного рынка, то биткоин в пятницу прибавил 4% и торговался по 23 410 долларов. При этом с приближением к уровню 23 500 актив начал снижаться, в очередной раз продемонстрировав отсутствие сил на преодоление знакового уровня сопротивления. Фактически цифровое золото на протяжении всей недели топчется в узком диапазоне между 22 500 и 23 500 долларов. Что касается новостей криптовалютного мира, то сегодня они разнонаправлены. В частности, компания Block Incorporated, возглавляемая Джеком Дорси, сообщила об убытках в размере 36 центов на акцию во втором квартале по сравнению с прибылью в 40 центов в прошлом году. А также заявила, что замерила набор персонала и сократит свою цель по инвестициям на 2022 год на 250 миллионов долларов. С другой стороны, суд США по делам о банкротстве в Нью-Йорке для криптофирмы Voyager Digital Holdings Inc. разрешение на возврат 270 миллионов долларов наличными клиентам, сообщила Wall Street Journal в четверг. Судья постановил, что компания представила достаточные основания в поддержку своего утверждения о том, что клиентам должен быть разрешен доступ к счету в Metropolitan Commercial Bank. Так сообщает Wall Street Journal. Отметим, что несмотря на позитивные новости на рынке о криптовалют сегодня, биткоин практически всю неделю игнорировал родную криптосферу и топтался в узком диапазоне, подыгрывая NASDAQ. Если эта корреляция отыграется и сегодня, то актив ждет выход на нижнюю границу диапазона. Учитывая данные по рынку труда и реакцию фондовой Америки на свежую статистику, биткоин вполне может опуститься ниже отметки в 22,5 тысячи долларов и продолжить падение. В противном случае актив может снова отправиться на ретест уровнем в 23,5 тысячи долларов. Таким завершение недели ведут наши аналитики. Мы желаем вам, куда бы ни развернулись рынки и торговые инструменты, на выходные уйти с профитом. Всем удачных сделок и до новых встреч на канале! Увидимся в понедельник!